Приветствую коллеги, с вами Артур Диатурин и это снова программа о валютных рынках. Сегодня мы разбираем основные торговые идеи, которые возникли в моей голове за эту торговую идею. Мы разбираем вчерашнюю кровавую баню на фондовых рынках, где там большие были падения в нефти, там очень многие пострадали, сильно там быков порезали. Также мы смотрим, что там можно вообще придумать в плане торговли. Значит, смотрите, на этой неделе у нас выступал, как вы знаете, ФРС. Очень много он сказал вроде бы приятного для фондовых рынков. Он намекнул, что ставку будет все равно долгое время держать очень низко, несмотря на то, что экономика восстанавливается. И вроде бы у нас возникло некоторое облегчение, но оно, к сожалению, было недолгим, потому что вот вчера вот такие, это японский индекс, давайте вот отсюда начнем. Мы с 500 доу и вот в частности Nasdaq показали вот такие вот отрицательные, очень сильно отрицательные движения. У Nasdaq там вообще получается чуть ли с сентября или с октября прошлого года, да, вот такое сильное падение. Вроде бы, с чего это могло случиться, если ФРС говорит, что мы будем поддерживать дешевую ликвидность. Но на самом деле у поддержания дешевой ликвидности есть побочный эффект именно в данной ситуации, в растущей экономике. Это растущие инфляционные ожидания, это растущая реальная ставка, которая боком выходит именно в долгосрочных процентных ставках. Это вот этот трейджерис. Я вот постоянно о ней говорю, что обращайте мое внимание, от нее сейчас зависит фондовый рынок. И действительно у нас опять вчера, несмотря на то, что вот там у нас ФРС вроде что-то говорил, вроде поддерживал рынок, опять у нас, сейчас я вот так вот сделаю, чтобы было видно. Постоянно вот здесь раз скачок, опять вчера такое движение. И это все приводит к распродажам в рисковых активах на фондовых рынках. Все это вот происходит как раз таки из-за этого. Рынки очень чувствительны к тому, что происходит на долговом рынке, поэтому за ним нужно следить. Именно вот это движение, оно обрушило акции роста, поэтому NASDAQ пострадал, обрушило и нефть, сейчас мы об этом говорим. Значит, вот еще раз, да, вот вчерашнее выступление ФРС, выступление в среду получается ФРС, это зеленый свет для движения вот этой доходности вверх. Вот это самый главный итог, вот что вот нужно знать, ключевое следствие. Доходность это будет расти. Если будет расти скачками, вот такие скачки еще будут проявляться, потому что скачок после ФРС произошел, фондовые рынки будут страдать. Будут вот такие вот падения, отвесные движения, да, с обрыва крудового будут падения, и вот будет много очень боли и страданий. Поэтому следите, пожалуйста, за доходностью 10-летних казначейских облигаций, 30-летних, чтобы понимать, что происходит на долговом рынке. Потому что там, вот этот показатель, это по сути стоимость заимствования базовой в экономике. Некоторая ставка, под которую участники рынка, да, экономические агенты будут другу занимать. Не именно эта ставка, это базовая ставка, из нее все остальные формируются. Она растет, все остальное тоже постепенно будет расти. Это нужно иметь в виду. Дороже стоимость заимствований выше риски у заемщиков, то есть у компаний. Вот такое вот нехитрое рассуждение, такая нехитрая связь существует. Значит, рынки у нас все больше нервируют. Ситуация с коронавирусом в ЕС, там очень губительные для экономической активности локдауны. Они либо вводятся снова, либо продлеваются. Я вот сейчас твиттер не открыл. В общем, сегодня, смотрите, было сообщение от Минздрава. Не хватает вакцин, скорее всего, будет третья волна. Это все автоматические продления локдаунов, ключевых экономиков, в том числе и в Германии. Вот такая вот ситуация. И понятное дело, у нас не выдержала нефть. Мы с вами вот, сколько, я не знаю, мы обсуждали это. Я вот с прошлой недели по этому обсуждаю. Вы знаете, там на самом деле, да, предыстория. Вчера что вот случилось, да, пожалуйста, мы вот здесь посмотрим, повнимательней. Вот так вот возьмем. Мне просто лень мотать. Ну вот, в общем, получается, сколько у нас, да. Вот. Движение получается, ну, почти на 10%, да, вот здесь мы видим, минус 10%. Закрылась она вот здесь, получается, минус 8%. Вот такое вот у нас движение в нефти произошло. Оно очень сильно скорректировалось. Я об этом всю неделю говорю. На самом деле там было это очевидно. Вы можете, как бы, почитать о причинах, да, вот я описываю их в статьях. Пожалуйста, вот 16-го числа зайдите в профиль, почитайте. В кейс в пользу коррекции в нефти он обрастает аргументами. Это раз. Потом я еще писал про этот, про ОПЕК, то, что они пересмотрели вниз. Зайдите, вообще посмотрите. Скорее всего, это вот здесь было. Значит, зайдите, посмотрите. Там я как раз-таки описывал ОПЕК. Нет, это не здесь. То, что они сократили прогноз потребления за первым на второй квартал, неожиданно. Они уже почувствовали неладное. Поэтому они продлили и ограничения на добычу. От этого же они исходили. Вот, собственно, смотрите. По нефти достаточно было все очевидно, что там должно было быть снижение. Во-первых, вот это значение вот здесь, то, что мы находимся, это на дневном графике, если мы посмотрим, это вот максимумы 19-го года. Вот здесь вот, пожалуйста, мы идем вот сюда вот, да, вот здесь. Мы вот, вот, вот это, вот здесь это получается происходило. Все это максимумы 19-го года. Мы, собственно, до них дошли, мы, собственно, до них дошли. И, понятное дело, чтобы дальше расти, нужно дальше все сложнее и сложнее расти. Потому что, понятно, весь основной оптимизм заложили. Фон начал новостной портиться по Европе, в том числе основному потребителю нефти, да. Одного из ключевых регионов потребителя нефти очень сильно начал портиться. Новостной фон. ОПЕК с негативом выступил. И вот с технической точки зрения, я вот здесь даже об этом писал, обращал ваше внимание на это. Это вот расхождение с двухсотдневной скользящей средней. Я вот об этом писал, здесь вот еще раз можно посмотреть. Вот это расхождение с двухсотдневной скользящей средней, оно у нас максимальное с 2008-го года. То есть, вот такого вот сильно, это даже вот не здесь, я вот отсюда, получается, смотрел, вот здесь, когда еще цены были. Вот это расхождение с, по сути, вот с трендом основным, оно максимально с 2008-го года. Когда очень сильно отдаляется актив, цена актива от средней, особенно это хорошо работает на больших интервалах, на больших тайм-прямах, типа дневного, недельного. Если очень сильно отклоняется, есть такое понятие, возвращение к среднему, да, в статистике, в финансах есть. Там, понятное дело, есть вот некоторое среднее, вокруг него актив как бы колеблется. И когда очень сильно отклонение происходит, то там как бы и технические люди, как бы, да, сами трейдеры ожидают, да, то, что очень сильно все зашло, нужно как бы продавать. Ну и в целом, как бы, вот по истории есть вот такая, если вот исторически наблюдать движение актива, есть вот такая вот закономерность, статистически значимая, да, то, что сильное отклонение от этого, это уже сам по себе является сигнал. Сигнал тому, что что-то неладное, что будет возвращение к какому-то среднему. Если брать вот в качестве оценки среднего, двухсадневную скользящую среднюю, вот это настолько сильно отдалилось, что должно это было вот произойти. И вот, собственно, это произошла коррекция, очень сильно пострадали там те, кто пытался покупать. Кто там пытался покупать, я вообще не могу даже представить, потому что там очень сильно все по нефти говорило об обратном, о том, что, ну, будет, будет коррекция, да. И вот, собственно, смотрите, мы вот этот тренд, вот эту трендовую линию, да, которая тянется очень долго, там, до февраля, до 21 года, да, она, получается, была, она тянется. Вот, мы, собственно, пробили эту трендовую линию, ушли ниже, и, понятное дело, это сильный шок. Покупатели быстро от него не оправятся. Тяжело снова перейти вверх при испортившемся новостном фоне, касающемся еврозоны, касающемся Китая, азиатских экономик. Мы с вами разбирали, да, вот экспорт, посмотрите в прошлом видео, плохие данные по экспорту, ОПЕК, то, что вот с негативом выступило, все накапливается по нефти, понятное дело. Вот после такого падения сейчас, где искать катализаторы для роста, их пока нет. Поэтому, смотрите, как бы, такой сценарий у нас, то, что вот эта линия, она уже будет бывшая, да, линия поддержки, мы назовем, да, восходящая, линия восходящего тренана, она у нас будет выступать вот здесь некоторым сопротивлением, да, ну, это известное фактическое такое правило стеканализе, да, возможно, рыночные участники этому правилу последуют. И, собственно, вот здесь будет отскок, да, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Вот здесь мы, получается, отскакиваем, это уровень у нас, давайте посмотрим в цифрах, это 61,50 примерно, чуть ли, да, 60,50, 61,60. Мы от него отскакиваем, и мы вот здесь вот торгуемся в некотором боковике с повторным заходом на 60, по крайней мере. И уже отсюда, отсюда мы дальше рассматриваем после пробоя, допустим, дальнейшее какое-то движение вверх, вот ближе к апрелю, да, возможно, вот здесь где-нибудь, мы уже рассматриваем какое-то вот восходящее движение, там уже ищем позитивные какие-то катализаторы. Пока что вот сейчас этот отскок после падения, но этот вот такой отскок в полтора процента после сильного падения всегда это так происходит, но не всегда, очень часто такое происходит. Это чисто даже по технике, там кто-то прибыль закрывает, кто-то вот просто на отскоке работает, вот и отскок и происходит. Вот, собственно, этот отскок происходит, но держим вот эту трендовую линию, от нее отталкиваемся, да, рассчитываем на какой-то повторный тест 60 долларов за баррель, и потом уже рынок собирается силами, покупатели собираются силами, чтобы продолжать все дальнейший рост. Основание для этого есть. 34 квартал, перезапуск экономик, по крайней мере в США, быстрый перезапуск происходит, там снимает локдауны. По Европе, если сейчас ситуация будет налаживаться, к апрелю там вакцинация снова навалится, постепенно, постепенно, все равно, мы снова перейдем в рост, потому что еще не полностью учтено вообще в университете. Вот, кстати, вот умеренные вот эти динамики немцы, потому что, на мой взгляд, не сможет быстро восстановиться, дальше перейти к росту, этому будет способствовать и сильный доллар. Смотрите, у нас фискальный импульс, вот этот пакет мер на 2 триллиона, его учли, да, в США, его вроде бы учли. То есть, вот сам факт одобрения, что демократы без поддержки республиканцев примут вот этот пакет. Эту новость уже учли, ее уже отыграли все. Но, но, что они учли, это вот тот момент такой, да, то, что там же домохозяйством раздают деньги, да, стимулирующие выплаты их называют. И мы раздали эти деньги, и непонятно на самом деле, сколько домохозяйство направит в сбережения, сколько направит в потребление. И от этого будет зависеть, какая будет интенсивность вот этого потребительского бума в США за счет вот этих стимулов. Пока не ясно, очень трудно это рассчитать, потому что это решение индивидуальных агентов, правильно, какая у них склонность к потреблению. Вот, то в целом считаются вот розничные продажи за январь, недавние данные, они все показывали, что никто там на черный день не собирается откладывать то, что он получит. Все стараются, все как бы, да, готовы делать покупки, совершать покупки, как-то тратить и так далее. Поэтому в целом консенсус, что будет потребительский бум. Непонятно, какой, какой бум вот именно, насколько будет масштаб этого бума, да, насколько он будет сильный. Но, понятное дело, это разгон для экономики. И вот поступающие данные, они нам будут говорить как раз-таки, этот ключевой момент, сколько домохозяйства направили на потребление. Розничные продажи, да, будут показывать, инфляция и так далее. Вот, из этого мы будем, собственно, исходить. В данных это будет как бы проявляться постепенно, да. И еще вот, знаете, такой момент, второй момент, что рынки еще не полностью учли, это как раз-таки темпы вакцинации в США. Неожиданно для всех они очень сейчас хорошо с вакцинацией справляются, очень хорошо, быстро очень вакцинируют. Там есть классический даже, не классический, а такой немного популистский лозунг от Байдена. За первые 100 дней 100 миллионов вакцин они должны, точнее, провакцинировать, да, ну, то есть большинство населения. Вот, собственно, это нам говорит о том, что там сильно вот прям делись, сделали ставку на то, чтобы быстро всех провакцинировать, быстренько экономику открыть. И вот, на мой взгляд, темпы вакцинации, фондовые рынки и другие активы, они еще не полностью учли, потому что там видно, что они даже немножко план перевыполняют по вакцинации. Понятное дело, это приближает срок тогда, когда их экономику откроют, на полную катушку все заработает нормально, и все, окончательно начнут выбираться из рецессии. Вот, собственно, вот эти два есть момента, вот на что нужно обращать внимание. Естественно, пересматривается в положительную сторону вот эти два, вот эти две истории, да, о которых я вам рассказываю. Понятное дело, для рынка в основных последствиях это у нас рост, опять же, вот этих рост ставок долгосрочных. Опять же, инфляционные ожидания, потому что пересматривается по экономике прогноз, да. За счет этого, как бы спрос растет, во-первых, на заимствование, во-первых. Во-вторых, ну и эти сами, кто дает займ, да, по сути, заемщики, они будут, не заемщики, а заимодатели, да, мы в общем говорим про глупку, да. Они будут требовать большую доходность на свои займы, да. И это все будет вести к росту процентных ставок. Вот, собственно, когда у нас растут, растут у нас процентные ставки, есть такой момент. Если у нас в США растут ставки, а где-то в Европе, допустим, в Японии и так далее, ставки растут медленнее или не растут, разница в ставках, она увеличивается. И чем выше разница в ставках, тем выше, собственно, привлекательность активов в США, бандов в США, облигаций в США, чем выше, потому что по ним выше доходность, грубо говоря, да. И это обращает внимание инвесторов иностранных на американские активы, они начинают рваться в США, и мы знаем, да, что это все сопровождается увеличением спроса на национальную валюту, на американский доллар. Значит, давайте вот по технике рассмотрим, что у нас тут происходит по доллару. Смотрите, у нас вот этот был восходящий, довольно-таки крутой такой канал вот здесь. Начался он марать, начал доллар купляться. Потом мы вышли вот здесь из этого канала, вот здесь получается, да. Пробили мы вышли из этого канала, и вот сейчас мы находимся вот в этом диапазоне. Вот мы можем видеть. Концентрируемся мы преимущественно в верхней границе диапазона. Вот здесь вот этот скачок не заседания ФРС, быстренько его проглотили, обратно вышли наверх. Опять мы стригимся выше. Это опять вот этот дифференциал ставок. За счет него рвутся, рвутся инвесторы. Все, не все, многие иностранные инвесторы, которые сейчас ищут доходность, они видят, что в США растущая доходность, растущие долгосрочные ставки, они по бандам. Это выгодная возможность пока что вот использовать момент, туда вложиться. Это опять же у нас спрос на американскую валюту. Собственно, вот мы видим, что даже медвежья позиция, голубинная, как она называет, позиция ФРС, она спровоцировала движение доллара вниз вроде бы, но это было неубедительно. Снова у нас в долларе сыграл вот этот фактор роста доходности. За счет этого вот здесь вот эти у нас движения доллара вверх. Это все вы можете просто сравнить с тем, как двигалась доходность и вот что происходило с долларом. Там вот эти все скачки, которые мы видим, да, вот такие, они все происходили вот на движении доходности тоже вверх. Вот, собственно, опять мы здесь тянемся вверх, да, вот. И на мой взгляд, выход из диапазона будет, естественно, вверх в сторону, получается, 92.50. Все, ближе к апрелю там мы, я думаю, сможем это как-то протестировать. Да, на следующей неделе нам даже уже будет 92.50, если у нас дальше в доходности будет, восходящий тренд там будет продолжаться. Скорее всего, он будет, он будет продолжаться, так как даже ФРС не смог сдержать эту тенденцию, да и не собирались они, в принципе, сдерживать. Я рассчитываю на то, что выход из диапазона этого будет вверх. Для этого ориентируемся на уровень 92 вот здесь, что-то вот если мы выходим, отталкиваемся, вот что такое, да, вот такое, наверное, отталкиваемся, и дальше на 92.50 мы ориентируемся. Собственно, я говорю вот в общем про американский доллар, потому что, ну, если говорить конкретно по отдельным там валютам, ну, в целом, как бы у них будет доминировать динамика доллара, поэтому, ну, там уже смотреть, как бы, отдельно конкретный уровень, но я бы вот рассчитывал, подходит доллар, выходит из этого диапазона, 92 мы увидим, дальше будет оскок и вот движение наверх в индексе. Оно будет сопровождаться обесценением других основных валютах, других основных валют в паре с американским долларом. Вот, но прежде всего я рассматриваю вот эту четверку, вот эту четверку, по ним можно вот ориентироваться. Товарные валюты мы не берем, рисковые тоже, развивающиеся рынки, мы вот берем основные, основные валюты, да, и вот в паре с долларом смотрим, собственно, точки, да, ищем, когда вот произойдет этот выход из диапазона этого. Вот, собственно, это у нас по американскому доллару ситуация, хотелось бы также еще поговорить про золото, там у нас следующая ситуация, смотрите, по золоту, значит, движение в золоте, значит, основной драйвер, который сейчас там есть, который движет обесценением золота, постепенного снижения, это драйвер, он связан с рассуждением про ставки в США, про экономику в США, значит, основной драйвер, это реальные процентные ставки, в США, значит, я напомню, что реальные процентные ставки в США, это номинальная ставка минус инфляционные ожидания, это у нас будет реальная ставка, реальная ставка у нас отражает доходность, уровень доходности именно в изменении покупательской способности, ну, то есть, смотрите, вы, допустим, условно, да, у вас есть один доллар, предположим, да, а вы на нем, вы можете купить, скажем, ну, на него какое-то количество товара, предположим, количество товара и количество, цена товара, предположим, обозначим ее за, в настоящее время, предположим, обозначим ее за ПТ. Значит, 1 доллар делить на цену товара – это то количество товара, которое вы можете купить в настоящее время. И смотрите, мы как бы хотим понять, сколько мы получили реальной доходности. То есть, предположим, что мы обозначим реальную доходность за R. То есть, получается, мы взяли это количество товара и вложили его под некоторую ставку R. И в итоге, что мы должны получить? Мы должны получить какие-то денежные средства, условно, скажем, 1 доллар умножить на 1 плюс I, номинальная процентная ставка, и делить на будущие цены. Предположим, будущая цена – это Pt плюс 1. Вот, собственно, мы вложили некоторое количество товара под некоторую ставку. Мы получили некоторое количество товара в будущем. Это некоторые будущие деньги разделить на некоторую будущую цену этого товара. Вот, собственно, если мы отсюда попытаемся выразить R, Pt плюс 1 у нас – это то же самое, что Pt, цена, плюс инфляционные ожидания. Вот, собственно, если мы попытаемся, если вы посчитаете, выразим отсюда R в явном виде, мы получим следующую зависимость. Там вот такая будет зависимость. И она у нас приблизительно, приблизительно, это 1 плюс I, количество денег в будущем, 1 доллар умножить на 1 плюс I, это 1 плюс I. Мы делим это на 1 плюс инфляционные ожидания, мы примерно получаем, ну, это примерно будет равно именно R. Вот, собственно, вот так это все высчитывается. Значит, смотрите, это вот такой краткий был из экономики рассуждения, собственно. Теперь мы переходим, собственно, к объяснению динамики золота. Смотрите, там ситуация такая. У нас, когда растет реальная процентная ставка в США, мы, по сути, вкладывая золото, упускаем эту реальную процентную ставку. Мы упускаем этот доход. По сути, реальная процентная ставка является альтернативными издержками для золота. То есть у нас есть некоторая реальная ставка в США, реальная процентная ставка в США, мы от нее отказываемся, когда мы вкладываемся в золото. Вот, собственно, когда эта реальная процентная ставка растет, стоимость владения золотом, она становится все больше и больше и больше, не дорожает, правильно? Собственно, поэтому, когда мы видим движение реальной процентной ставки вверх, у нас золото должно снижаться. Вот, собственно, если мы посмотрим, что у нас с реальной процентной ставкой в США, мы берем прокси реальной процентной ставки в США. Это доходы с 10-летних казначейских облигаций, защищенные от инфляции. Вот, собственно, мы видим, что за последнее время у нас эта реальная процентная ставка, она вот, начиная с начала, примерно, февраля, она перешла до довольно-таки быстрый резкий рост. Пошел рост от реальной процента ставки. И, собственно, тогда у нас движение золота вниз, такой же активно началось. Собственно, мы можем даже это вот здесь увидеть, если мы возьмем и добавим сюда цену на золото, да, допустим. Вот, собственно, давайте добавим и посмотрим, как они, собственно, связаны. Вот, мы, собственно, вот здесь переводим сюда, вот. И можно видеть, да, допустим, что у нас зеркально, да, они друг друга отражают. Когда у нас, видно, да, когда у нас реальная процентная ставка снижается, золото у нас растет. И наоборот, вот, собственно, вот здесь это хорошо видно, вот здесь особенно, да, у нас, когда снижается реальная процентная ставка, растет золото. И когда у нас растет реальная процентная ставка, у нас наоборот золото снижается. Вот такая вот нехитрая зависимость, если мы посмотрим поближе чуть-чуть, как это происходит. Вот, собственно, можно видеть, начала расти ставка. Вот здесь, конечно, другие факторы действовали, но, видно, да, очень похоже, что здесь зеркальная динамика наблюдается. Вот, собственно, так как у нас реальная процентная ставка в США, она растет и она, как ожидается, будет расти, потому что у нас очень хорошие прогнозы по экономике США, вот этот грядущий потребительский бум и все, что с этим связано, ожидается, что вот этот рост, этот показатель, он продолжит расти. И он, как один из основных драйверов снижения золота, да, один из основных факторов, которые объясняют движение золота вниз, он дальше будет реализовывать ZBA и золото, поэтому, будет оставаться под давлением. Вот, собственно, поэтому мы рассматриваем вот следующую, с технической точки зрения мы рассматриваем следующую картину. Ну, у нас вот этот нисходящий тренд, как мы видим, да, он уперся, во-первых, вот здесь, в нижнюю границу трендовой линии, ну и плюс вот это еще горизонтальная у нас поддержка, вот здесь была, она с февраля с прошлого года, да, получается, тянется, поэтому мы от нее, ну, неплохо так отскочили. Ну, и вот, ну, смотрите, если вот рассчитывать на сохранение этого тренда, то я бы рассматривал уровень вот здесь, 1.761, 1.165 долларов за тройскую лонсу, как вот возможную точку для продаж золота уже серьезных, конечно. Можно где-то это раньше, конечно, сделать, но вот если мы рассматриваем вот этот тренд, да, этот трендовый канал, то точка продаж будет, конечно же, логично рассматривать уровень 1760, получается, да, там, даже чуть выше получается. Вот, рассматривать этот уровень для каких-то продаж, рассчитывать на то, что у нас альтернативные сдержки, то есть реальная процентная ставка в США, она будет расти, золото будет становиться, держать все дороже и дороже, и зачем его держать, если, ну, по сути, можно бы купить те же самые типс, да, защищенные облигации, защищенные от инфляции облигации в США, вот, и по ним получать доходность. Вот, собственно, это все будет провоцировать, на мой взгляд, движение золота вниз, вот именно этот фактор реальной процентной ставки США, мы будем за ним дальше следить, как он изменяется, вы можете за ним следить на сайте FRED, да, мы смотрим здесь 10-летнюю ставку по защищенной от инфляции казначейской облигации. Типс, да, они сокращенно обозначаются, вот, собственно, вот это движение, синяя кривая, да, о которой мы говорим. Если дальше продолжается движение вверх, ну, золото снова у нас оказывается в подавлении, я ожидаю, что такая взаимосвязь будет, собственно, реализовываться, вот, и продаж золота будет у нас обоснованной, вот, примерно начиная с вот этих, с вот этих уровней. Вот, по этим трем основным активам я сегодня вам хотел поделиться вот этими идеями торговыми, да, что делать в ближайшее время по ним, если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, я буду рад обсудить с вами их, вы можете задать их и оставить под видео. Вот, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если вам понравилось это видео и подписаться, если вы хотите видеть новые, новые выпуски данной программы. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте про. Субтитры сделал DimaTorzok